Как сварить кашу в ржавом казане? Это не антикризисный рецепт, а реальность, с которой столкнулась жительница Саратова. Она купила чугунную посуду и радовалась покупке ровно до того момента, пока не начала готовить. Что это, бракованный товар или особенности металла? Разбиралась наша съемочная группа. Смотрите очередной сюжет рубрики «Контроль качества». Коронное блюдо Нины Ширыгаловой – плов, но готовить его она вынуждена в кастрюле с тонкими стенками. Посуда неподходящая. Подходящий чугунный казан простаивает без дела, хотя куплен всего полтора месяца назад. На 77-летие Нине Владимировне казан подарила сноха. Но хозяйку смущают вот эти пятна ржавчины изнутри. Говорит, продавец в магазине предупредил, что казан может заржаветь, но не до такой же степени. Я взяла и помазала маслом, как они сказали. Ну и второй раз я мажу, может, не будет повторяться эта ржавчина. Я посмотрела, опять же, это же самая история. Оформлена покупка тоже была подозрительна. В магазине выдали чек с минимумом реквизитов. Лишь название ИП Михайлина и сумма 1200 рублей. Несколько раз женщина пыталась вернуть казан в магазин. Даже приводила группу поддержки, сослуживцев. Безрезультатно. Я же их, как говорится, просила или деньги, или поменяйте. Ну, кто-то затачил с хозяином. Нет, не могу ничего менять. А зачем варила? Я говорю, а как же не готовьте мне? А я что, для витрины, что ли, я его покупала? Нина Владимировна вместе с юристом и нашей съемочной группой отправляется в бывший дом быта «Орбита», ныне торговый центр на Третьей дачной. Магазин посуды на третьем этаже. Продавец упирает на то, что сразу предупреждал о тонкостях ухода за чугунной посудой. Эта вина не наша. Я человеку предупредила заранее, что чугун имеет свойство ржаветь. Вот даже есть аннотация на чугун, что он ржавеет. Да, он ржавеет. Зачем она его взяла? Даже при соблюдении правил эксплуатации, если чугун был действительно некачественный, ржавчина могла появиться. То есть продавцам не доказано, что потребитель не соблюдала правила эксплуатации, которые ей были переданы вместе с товаром. И поэтому отказ в удовлетворении ее требования, на мой взгляд, неправомерный. Отчего заржавел казан, выяснит независимая экспертиза. Покупатель уже готов подать в суд. И здесь вина магазина пока не очевидна. Но параллельно юрист замечает и явные нарушения прав потребителей. Неправильно оформлены ценники, нет никакой информации о продавце. У вас должен быть уголок потребителя. Где он? В смысле, каталог товарищей? Нет, уголок потребителя, который содержит информацию об Михайлиной НН. Продавец так и не смогла предоставить никаких официальных документов о том, на каких основаниях здесь торгуют посудой. Звонок владельцу магазина, поиски в столе, ничего не дали. В результате региональный центр защиты прав потребителей намерен обратиться в Роспотребнадзор с предложением инициировать проверку. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.